Библейский портал экзегет.ру представляет С первого стиха. И сказали они фараону, мы пришли пожить в этой земле, потому что нет пажити для скота рабов твоих. И сказали они фараону, мы пришли пожить в этой земле, потому что нет пажити для скота рабов твоих, ибо в земле ханаанской сильный голод, и так позволь поселиться рабам твоим в земле Гесем. И сказал фараон Иосифу, отец твой и братья твои пришли к тебе, земля египетская пред тобою. На лучшем месте земли посели отца твоего и братьев твоих, пусть живут они в земле Гесем, и если знаешь, что между ними есть способные люди, поставь их смотрителями над моим скотом. И привел Иосиф Иакова, отца своего, и представил его фараону, и благословил Иаков фараона. Фараон сказал Иакову, сколько лет жизни твоей? Иаков сказал фараону, дней странствования моего сто тридцать лет, малых и несчастны они жизни, малы и несчастны дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования моего. И благословил Иаков фараон, и благословил фараона Иаков, и вышел от фараона. Такие события мы прочитали с вами. И здесь Иаков встречается с фараоном, сначала пять братьев, некоторые толкователи говорят, что Иосиф взял самых сильных пять из своих братьев, другие говорят, кого послабее, чтобы фараону не показалось, что слишком сильный народ. Мы знаем, что это в книге Исход будет причиной для того, когда народ израильский умножится в Египте, он долгое время пробудет там, аж 430 лет в рабстве у египтян, когда поменяется власть, уже забудут прежние заслуги Иосифа. И поэтому некоторые говорят, что Иосиф как бы предвидел и был мудрым, и привел самых таких не сильных, а слабых, чтобы не было смущения у фараона, что пришел какой-то народ. Мало ли, что может быть, переменится его угол зрения, переменится его настроение, и он захочет овладеть полностью землей. Здесь Иосиф тоже проявляет мудрость, как сказано в Священном Писании, будьте просты, как голуби, и мудры, как змеи. И вот Иаков начинает разговор, также приходит отец Иаков фараону, он начинает с ним разговор, и говорит, что дней странствования моего 130 лет, и далее говорит о том, что, как и сказано, Иаков сказал фараону, день странствования моего 130 лет, малы и несчастны дни жизни моей. Почему он говорит, что малы и несчастны дни жизни его? Святитель Иоанн Златоуст пишет по этому поводу следующая цитата. Вот как все праведники проводили настоящую жизнь, как бы на чужой стороне, и так в ней располагались. Послушай, как Давид говорит, странник, я у тебя и пришелец. Так и Иаков говорит, дней странствования моего. Поэтому и Павел сказал о древних праведниках, что они сознавали, что они странники и пришельцы на земле. Дни, говорит, которые я положил, малы и несчастны. Здесь он, разумеет, год рабства, какой он терпел у Лавана после бегства, совершенного им изобрата. Потом, после возвращения оттуда, скорбь столь долговременную о предлагаемой смерти Иосифа. И еще многие другие бедствия им испытанные. Представь себе, в каком страхе он был, когда Симеон и Леви в отчении за сестру, помним это событие с Диной, истребили целый город и взяли в плен всех жителей Сихема. Он сказал тогда, обнаруживая беспокойство, в каком находился, вы возмутили меня, тогда он сказал, помним эти события, сделав меня несчастным для всех жителей земли той. То есть, жизнь человека праведного, она никогда не сопровождается лишь только благоденствием и благополучием. Потому как праведник понимает человек, что такое праведник, человек, желающий жить благочестиво. Он воспринимает все, что с ним не происходит, по слову Иова, многострадального. Он говорил так, что с ним только не происходило. Слава Богу за все. Бог дал и Бог взял. Здоровье Бог дал, если нужно, Бог и смиряя взял. Богатство Бог дал. Нужно, значит, Бог смиряя, чтобы сохранить человека для Царства Божия, что-то отнял. И так во всем. Так во всей жизни. Так было и Иоакова. Казалось бы, Иаков всей жизнью, как мы видим, его старался угодить Богу. Но он говорит, что Иаков сказал фараону, дни странствия моего 130 лет, малы и несчастны дни жизни моей. То есть, он видел во всем какое-то несчастье с точки зрения человеческой, но тем не менее всегда поступал по воле Божией. Так и пишет святитель Иоанн Златоуст, приводя некоторые события, которые происходили в жизни Иакова. Еще очень интересное такое замечание, что Иаков говорит о себе, что он странник и пришелец. Так святитель Иоанн Златоуст пишет, что все люди, которые служили Богу, они считали эту временную жизнь и себя как странниками и пришельцами на земле. Поэтому даже русским словом хорошим называется кладбище словом погост. Погост — это как гостиница. Ну, погостили мы там немножко, и какое-то время, сказанному Богу, уже нет времени. И когда человек переходит из этой жизни в жизнь вечную, то там уже время для него теряется, но не имеет такого давления, как здесь. Там уже человек не ждет, потому что в вечности нет времени. И мы видим, что все праведники, они считали себя странниками и пришельцами на земле. Ничего они здесь не стяжали. Мы помним, когда у Авраама умирает жена его, Сара, верная жена, готова была жизнь свою положить ради спасения мужа и даже пожертвовать собой, чтобы не убили ее мужа. Там мы помним, что Авраам приобретает себе землю только тогда, когда он умирает. Ничего не было у него, никакой собственности. Иаков тоже так же. Вот когда нет хлеба, они приходят теперь к Иосифу. Итак, мы читаем далее одиннадцатый стих. И поселил Иосиф отца своего и братьев своих и дал им владение в земле египетской, в лучшей части земли, в земле Рамсес, как повелел фараон. В связи с этим Кирилл Александрийский пишет по этому поводу, что и поселил Иосиф отца своего и братьев своих. Братья, прибывшие вместе с Вениамином, узнали Иосифа, и он удостоил их своей трапезы. Но он не уделил им никакого достояния и приказал вообще уйти прочь, чтобы привести к нему отца, то есть Иакова. Когда же тот прибыл, и Иосиф увидел его вместе с детьми его, он уделил им самую лучшую из всех земель. И это может быть верным доказательством, что Христос в последние времена века примет тех, кто возвращается из Израиля. То есть, когда они будут в душевном согласии с новым народом. Так пишет. Это снова и снова слова, о которых мы с вами говорили в истолковую прошлую главу, это 46 главу, что весь Израиль спасется. Здесь снова Амросий Медиаланский продолжает эту же мысль, что в последние времена народ иудейский будет присоединяться к Церкви Христовой. Так и пишет. Христос в последние времена века примет тех, кто возвращается из Израиля. То есть, когда они будут в душевном согласии с новым народом. Кто такой новый народ? Церковь Божия. Что значит быть в душевном согласии? Душа, мы говорили неоднократно, снова напомню. Согласно православному веручению о человеке, она трехсоставна. Ум, чувство и воля. То есть, когда умом будет принят Христос, ибо сказано, что ваш должен быть ум Христов. Когда чувства будут навыком научены, как сказано, что у вас должны быть те же чувства, не как в Иисусе Христе. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. И воля. Во всем поступайте так, как Он поступал. То, о чем Он поступал, говорит, подражайте мне, как я Христу. Вот что означает. Когда они будут в душевном согласии с новым народом. И далее продолжает. Ведь Вениамин как раз это и символизирует. Однако, наследие, которое мы ожидаем, будет даровано нам не в отдельности от святых отцов. Ибо как они, умерев в вере, как сказал мудрый Павел, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Об этом апостол Павел пишет в послании к евреям, 11 глава, 39-40 стих. Так и мы ждем отцов, чтобы не достичь совершенства помимо них. Итак, вместе со святыми отцами, первые, средние и последние народы, мы получим лучшее и неотделимое наследие Царства Небесное во Христе, через которого и вместе с которым, слава Богу Отцу, вместе со Святым Духом, во веки аминь. Конец цитаты. Так пишет Авросий Медиаланский об этом событии, что лучшая земля, она приготовлена нам в Царстве Христовом. Как здесь Иосиф, как прообраз Христа, братьям своим отделяет лучшую землю, так мы с вами говорили, не видела того ока и не слышала того уха, что приходил, не видела того глаз и не слышала, и на сердце, как сказано, даже не приходило человеку, что Господь приготовил для любящим его. И как мы видим, Авросий Медиаланский неоднократно в своих сочинениях подчеркивает эту мысль, что Израиль покается. Мы ждем этого, и уже, можно сказать, даже и видим, что люди из народа израильского приходят в Церковь Божию, и есть эти уже истории, неоднократные истории, их уже и не десятки, а сотни, когда люди принимают, то есть евреи принимают Христа и присоединяются к Церкви Божией, к Церкви Православной. И мы читаем с вами далее. «И снабдил Иосиф двенадцати стих отца своего и братьев своих и весь дом отца своего хлебом по потребностям каждого семейства. И не было хлеба по всей земле, потому что голубь весьма усилился, и изнурены были от голода земля египетская и земля ханаанская. Иосиф собрал все серебро, какое было в земле египетской и в земле ханаанской, за хлеб, который покупали, и внес Иосиф серебро в дом фараонов. И серебро истощилось в земле египетской и в земле ханаанской. Все египтяне пришли к Иосифу и говорили, дай нам хлеба, зачем нам умирать перед тобой, потому что серебро вышло у нас. Иосиф сказал, пригоните скот ваш, и я буду давать вам за скот ваш, если серебро вышло у вас. И пригоняли они к Иосифу скот свой, и давал им Иосиф хлеб за лошадей, и за стада мелкого скота, и за стада крупного скота, и за ослов, и снабжал их хлебом в тот год за весь скот их. И прошел этот год, и пришли к нему на другой год, и сказали ему, не скроем от господина нашего, что серебро истощило стада, и стада скота нашего у господина нашего, ничего не осталось у нас перед господином нашим, кроме тел наших и земель наших. Для чего нам погибать в глазах твоих, и нам, и землям нашим, купи нас, и земли наши за хлеб, и мы с землями нашими будем рабами фараону, а ты дай нам семян, чтобы нам быть живыми, и не умереть, и чтобы не опустела земля. И купил Иосиф всю землю египетскую для фараона, что продали египтяне каждое свое поле, ибо голод одолевал их, и досталась земля фараону. И народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого, только земли жрецов не купил, ибо жрецам от фараона положен был участок, и они питались своим участком, который дал им фараон, посему и не продали земли свои. То есть мы видим, что из этой всей истории, что голод усиливался, как Иосиф и сказал в истолковании снов, которые были от Бога, что голод будет усиливаться, и люди истощили уже все свое серебро, они приходят к Иосифу, чтобы покупать хлеб, мы видим, что и скот весь приводят к Иосифу, уже и сами работают за хлеб. Но здесь есть интереснейшее замечание, что сказано, что все продали, но только исключая землю жрецов. Почему исключалась земля жрецов? Почему нельзя было ее продавать? Вот как пишет тоже один из отцов Александрийской школы. «Желаешь ли, цитата, желаешь ли знать, в чем различие между служителями Бога и служителями фараона?» «Фараон землями наделяет своих служителей. Бог своим служителям не дает удела и части земли, но говорит, я часть твоя. Поэтому обратите внимание на всех служителей Господа, вы, читающие эти слова, и узнаете, в чем различие между служителями, и да не покажутся вам те из них, кто частями земли владеют и земным делам и заботам предаются, служителями Бога, а не служителями фараона. «Ибо это фараон желает, чтобы его служители владели частями земли и обрабатывали поля, а не души возделывали, отдавали труд пашне, а не закону». «Услышим, как Господь Иисус Христос служителей своих наставляет. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, кто имеет, что имеет, не может быть моим учеником». Конец цитаты. То есть мы видим, что если люди века сего, как сказано у апостола Павла, заботятся о приобретении богатств, то Христос говорит своим ученикам. «Кто не отрешится от всего, тот не достоин меня». Такие слова. Христос призывает к полному служению Богу и себе. Не для того, что он хочет как-то ущемить человека. Нет, нет, наоборот. Он хочет, чтобы душа человека не привязывалась ни к чему и не растрачивала себя на то, как сказано в Священном Писании, что покупайте себе друзей богатством неправильным. То есть нет ничего в этой жизни, что помогло бы нам, я имею в виду, нет ничего материального, что помогло бы нам войти в Царствие Христово. Скорее наоборот. Заботы века сего, они отягощают душу человека, отягощают его ум тем, что он все время думает, в какой банк или в какие счета куда вложить. Отягощают его чувства, потому что это все связано с нервами. Отягощают его волю, потому что нужно бежать и быстро делать дела земные. Не так у служителей Христа. Здесь все по-другому. Служители Христа думают лишь о том, как угодить ближнему и как угодить Богу. Итак, мы с вами читаем у святителя Иоанна Златоуста. Он интересный делает замечание по этому поводу. Он говорит «Помни о священнослужителях». «Да слышат нынешние люди, какие преимущества в древности оказывались служителям идолов, и да научатся хотя бы такую же честь оказывать тем, кому верено служение Богу». Конец цитаты. Очень такое емкое и красивое замечание. Действительно, как сказано, что вол молотящий достоин пропитания. Или сказано, что благовествующий писавец питается от благовестия. Так и здесь. Он говорит, святитель Иоанн Златоуста, о том, что дослышат нынешние люди, какие преимущества в древности оказывались служителям идолов. И говорит, не тем ли и паче, научимся хотя бы такую же честь оказывать тем, кому верено служение Богу. И продолжает. Так. Приводят слова Спасителя. «Поэтому-то и сказал Спаситель, сделавший одному из сих, мне сделал, и кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка». Действительно, принимая священника во имя священника, получишь награду священника. Принимая проповедника во имя проповедника, получишь награду проповедника. Принимая учителя во имя учителя, получишь награду учителя. То есть, здесь святитель Иоанн Златоуста продолжает и говорит так. «Если кто окажет какое-либо человеколюбие и сострадание прохожему человеку или поверженному на распутье, но Господь усвояет себе это обещание ввести, сделавшим им что-либо доброе в Царстве Небесное, и изречь «Придите, благословенный Отца Моего, ибо алкал я, и вы дали мне есть». Тем более, тот, кто оказывает свои услуги подвязающимся ради Господа и облеченным священным саном, получит не только такое же воздаяние, но и гораздо большее, так как человеколюбивый Господь всегда с большим избытком вознаграждает за сделанное нами». Здесь святитель Иоанн Златоуст как бы напоминает слова, слова Священного Писания, которые говорят о том, что «все, что вы сделали ближнему моему, это все равно, что вы сделали мне». Вот так Иоанн Златоуст заключает и говорит «Господь всегда с большим избытком вознаграждает за сделанное нами». И далее мы с вами читаем, что 27 стих «И жил Израиль в земле египетской, в земле Гесем, и владели они ею, и плодились, и умножались, и жил Аков в земле египетской 70 лет, и было дни Якова, годов жизни его, 147 лет, и пришло время Израилю умереть, и призвал он сына своего Иосифа и сказал ему «Если я нашел благосостояние в очах твоих, положи руку твою под стегнома и клянись, что ты окажешь мне милость, и правду не похоронишь меня в Египте, дабы мне лечь с отцами моими, вынесешь меня из Египта и похоронишь меня в их гробнице». Иосиф сказал «Сделаю по слову твоему», и сказал «Клянись мне», и клялся ему, и поклонился Израиль во изголовье постели». То есть видим, что дни жизни Израиля походят к концу. Он не хочет, чтобы он был похоронен там, в земле, в которой он своим уже таким прозорливым взглядом видит, что это будет земля рабства для народа израильского. Он заботится о своем погребении, хотя наставления звучат о том, чтобы не сильно уж заботиться об этом, тем не менее, это подсказка и хорошая подсказка, чтобы действительно, святел Иоанн Златоуст говорит, что не надо сильно об этом заботиться, но это подсказка, что, конечно, сильной заботы для этого прилагать не нужно, но определить место, где ты будешь похоронен, с кем ты будешь похоронен, если есть такая возможность, есть такое понятие, как родовое место, там родовое кладбище, такого уже у нас нет, но как родовое место вместе с родниками, позаботиться о том, на что ты будешь похоронен, чтобы после смерти не доставлять множество неудобств, а хуже всего, как к сожалению, иногда бывает и каких-то скандалов, если у человека есть какое-то имущество, лучше все распределить заранее. Так поступает Иаков, он не хочет оставаться в этой земле, он зовет и призовет сейчас своих, в следующих главах своих сыновей, сыновей и внуков даже, чтобы благословить их, то есть сделает все для того, чтобы был порядок в его семье после его смерти. Ну, святитель Иоанн Златоуст пишет так, что Писание нам предлагает не слишком уж заботиться, достойной смерть не храни меня в Египте, вот как пишет, цитата, «Многие малодушные люди, когда мы убеждаем их, не слишком заботиться о погребении и не считать перенесения останков умерших из чужой страны в отечество делом, достойным особого попечения, противопоставляют нам эту историю, говорят, что и патриарх имел такую заботу об этом деле». Ну, как я уже заметил, продолжает святитель Иоанн Златоуст, следует обратить внимание, во-первых, на то, что в те времена не требовалось такого же любомудрия, какое необходимо теперь, а далее на то, что праведник желал этого не без цели, а внушая своим сынам благие надежды, что они некогда, хотя и не скоро, возвратятся в землю обетования. Так пишет святитель Иоанн Златоуст. Итак, завершает святитель Иоанн Златоуст, и хотелось бы его словами и завершить нашу сегодняшнюю беседу. Так завершает эту историю, говорит, «Итак, размышляя об этих вещах, следует заботиться о добродетели в настоящей жизни, как на ресталище подвязаться так, чтобы по окончанию зрелища украситься светлым венцом и напрасно не раскаиваться. Пока еще продолжается время подвигов, можно, если захотим, отложить ленность и преуспеть в добродетели, дабы получить предлежащие венцы». Конец цитаты. Конец цитаты. Продолжение следует...